лёша привет привет может быть будут подвисания по звуку я сразу нашим зрителям скажу потому что лёша находится в испании и там слабоват в этом месте интернет ну а мы с этим я надеюсь прекрасно справимся мы тебя хорошо видим мы тебя прекрасно слышим ты улыбчивый ты в футболке и я очень рада очень рада такой нашей встречи честь нашей встречи но мы с тобой давно не виделись я рад тебя видеть я слышу вот лишь начнем вот чего два года назад ты дмитрием гордоном легендарное что интервью которая посмотрела миллионы зрителей которым ты сделал очень важное признание ты впервые тогда сказал что ты просишь прощения украины ты покаялся за то что ты до этого был обдолбанным человеком российской пропагандой как ты сам признался и в общем расставил все по полочкам и по своим местам сразу после этого интервью ты уехал из россии ты переехал жить в испанию бросив россии все и недвижимости друзей привычную жизни карьеру и роли а год назад путин россия развязала уже широкомасштабную кровавую войну против украины скажи пожалуйста ты сегодня жалеешь что ты уехал из россии или нет нет конечно я не жалею что я уехал из россии я раньше я уехал из россии и при том насколько ты помнишь я говорил о том что я не хочу жить в россии не с путиным не без путина и я свой выбор сделал давно и когда ты говоришь о том что я брось не такая уж и дорогая недвижимость которую я бросил и что касается карьеры то мы тоже на эту тему говорили еще живя в россии когда я был то есть я прилетал в россию после начала войны ой после начала войны до начала войны так на съемке что-то зарабатывал что-то делал возвращался в испанию но уже той работы там приема работы который у меня был раньше меня уже не было вот и когда началась война у меня как раз должны были быть съемки 28 я должен был лететь москву и 24 началась война и я естественно уже 24 понимал что теперь уже дорога закрыта навсегда я сделал свою я мог промолчать но я сделал свой выбор я сейчас не хочу себя и сидел героя что вот я не промолчал я сам бы сам бы не смог бы с этим жить и я ребенок живет свободной стране я рад что мой ребенок не хоть думать открыто мыслить и не бояться что и завтра его выгонят у школы папу папу закроют открывается другая закрывается потом понимаешь ну ну да посидели годик вот сначала войны без работы ну посидели все равно начали что-то делать мы вот с украинской актрисы верой куценко сделали спектакль с которым мы начинаем сейчас работать вот и понятно что нету тех заработка понятно что нету тех тех той занятости но все равно слава тебе господи сыт и здорово и голодает но ничего как-нибудь потихонечку вырулил я рад что я я рад что мне не приходит мне не я рад что я свободен скажем так в одном в одном слове я рад что я свободен ну как то так вот ты сейчас наблюдаешь за своими некоторыми коллегами которые остались в россии и которые сейчас публично поддерживают путина и ту войну которая россия ведет против украины кровавую огромную несправедливую войну по сути становясь соучастниками этой войны и такими же преступниками я не знаю там вот мошков миронов дюжев но их много этих людей скажи пожалуйста а вот как ты считаешь чем они руководствуются что у них в голове когда они выходят на сцену вот с такими сегодня речами когда они начинают заниматься вот такой жутью просто я не могу за них за всех отвечать но мне кажется что такие люди как володя мошков такие люди как наверное хабенский связаны с этой властью с путиным и с этой командой они давно уже еще до начала войны были с ними повязаны ну как ты себе представляешь ну вот сейчас началась война и ты считаешь что они включат заднюю да нет они уже они уже одна команда и они до талого дюжев конкретно я еще раз говорю не хочу диму обижать сейчас это может показаться что я любя из него что мы на 1 сторонах баррикад дима дима всегда был я не хочу материться дима всегда был и удобно дима всегда был таким человеком по разным вопросам я дал его очень часто я видел как он ведет себя с балабановым я видел как он ведет себя с михалковым один нельзя жени миронов ну мне кажется очень умный человек и жени миронов он заложник определенных обстоятельств оправдывает это его может это его правда не знаю ну мне кажется это не оправдание но мы я не назывался на их месте поэтому если меня спросить прямо как бы мог бы я так ну опять таки я же не знаю какие рычаги российская власть за какие рычаги на дергали чтобы управлять каждым конкретным человеком по одной причине но по другой я не хочу сейчас залезать в постель жени миронова но мы выжили матом обладать но если мы в кругах все знаем в актерских я думаю что как-то российская власть это была та семья всю жизнь которая между струйками понимаете что будет петь михалков если доживет до конца путинской власти но то же самое что он сейчас поет про ельцина ой а мне казалось что я не знал а вот тогда мне казалось вот так сейчас он будет также петь обвинять людей войны зашло очень много когда началась я действительно не мог понять ну как ну почему люди молчат ну почему они не выходят на улицу сейчас у нас здесь то ли митинг 24 числа украинский связанный с началом войны я вот помню тот митинг год назад и сейчас тогда все вышли на эмоции все были люди вот знаешь как на поминки вот все молча постояли меня спрашивают а почему ты ничего не сказал я пришел я с вами а чё говорить то опять одно и то же я говорил на прошлом митинге я обращался к русским матерям заберите своих детей я считаю российский народ может опомнился не опомнился все по разным причинам себя так ведут одни глупые когда мы говорим вот о таком глубинном русском народе ну действительно они глупы ну вот ну мозг такой ну как ты можешь обвинить какое-то ну существо блин я не хочу говорить глупые слова но как ты объяснишь барана объединишь барана встали чтобы баран ну родился такой а есть которые настолько напуганы они может быть и рады бы выйти сказать мы из них 20 лет делали вот это вот под кость надо что этот человек понимает что от его голоса ничего не зависит что он сейчас выйдет он лишится работы у него семья у него дети и это произошло не в один день 20 лет медленно-медленно закручивали эти гайки 20 лет лёша если он не выйдет он лишится не только работы он лишится будущего своего своих детей лишит будущего вы не можете понять я сейчас не про украинцев я сейчас про я помню диме об этом говорить уже как-то на тему говорили я был у своей подруги марбее и она прожила 30 лет во франции приехала в испанию и к ней приехал в гости ее товарищ он то ли армянин я не помню но он родился в советском союзе но с детства с месячного возраста живет во франции он гражданин франции и он показывал их менталитет французский он считает что у него есть право голоса в этой стране с его голосом должны считать они так выросли они так родились молоком матери они впитали вот эту свою французскую республику там или как он с молоком матери знает что как это подняли пенсионный возраст там какой-то он я должен выйти сказать не а российский народ приучили к тому что ваш голос ничего не значит и потом кого ты собралась извини пожалуйста но не ты вообще напугали я голой жопой кому-то какие санкции сейчас кому ты будешь объяснять что вам плохо хуже жить они большая часть людей живут каком-нибудь норильске вот с этой копеечной зарплаты с этими копеечными вот кого ты собралась напугать да не не понимают они даже не представляют что такое что у них отняли будущее или россия да они как жили так и будут жить как-то объяснишь этому человеку который живет таких условиях там как водители брянске водители скорой помощи вышли на забастовку на какую-то потому что им платят зарплату 18 тысяч рублей в месяц водители скорой помощи 200 а им не то что не с ними не хотят разговаривать им говорят не нравится уходить и он понимает что если он сейчас выйдет его мне голос ничего не изменит разговаривать с ним никто не будет еще дай бог не посадят поэтому приемлемо ли это для меня лично для меня нет но обвинять их в этом сидя в испании я не имею морального права мне так каждый будет жить сам со своей совесть а ты понимаешь что все все сейчас они несут коллективную ответственность за то что довели до этой ситуации кто-то участвовал в этом кто-то сейчас соучаствует в этом кто-то конкретно преступление в этом участвует и сегодня вот ты же видишь наверное да как по миру вот до чего довел путин и его преступная политика до того что русский паспорт он просто жжет любой карман то есть человек даже если он порядочный он доставая где-то на не знаю на там таможенном контроле русский паспорт он уже так на него смотрят косо потому что это знак равно агрессора сегодня который ты во всем права ты во всем права но только ты действительно не можешь понять то что не просто там половина или большинство людей они не то что за границу не ездят они в москве это ни разу не были а каких ты им пытаешься сейчас объяснить что во всем мире да насрать ему извините у него есть свой маршрут его хрущевка в москве а вот у него есть вот этого маршрут из дома мимо помойки из хрущевки магнит в пятерочку пивка купил вечером домой вернулся поел котлеты вы спать это замкнутый круг люди живут я не в коем случае не хочу оскорблять всех людей которые живут каких-то маленьких городах и простых условиях поверь мне я видел людей которые живут ужасных местах но при этом они образованы потому что но они такие родились интересно они читают они что-то интересуются они не одна девочка в магнитогорске придя на спектакль за кулисы пыталась меня со мной поговорить на какие-то темы литературы мне приезжаешь поспектакль какая литература мне быстрее в гостиницу пожрать отыграл спать а она наоборот хотела пообщаться с артистами а пыталась свои знания образованным человеком культурным лёша и ты понимаешь но их единицы друзья мои недруги да просто завестники много лет пытались найти на меня какой-нибудь компромат чтобы сказать смотрите он тоже не идеальный и у него есть что-то чего ему стоит стесняться или стыдиться но нет ребята перелопатили всю мою биографию всю мою жизнь ничего не смогли найти только лишь то что в 2007 году я рекламировал не продавал замечу а рекламировал медицинский прибор золотая пирамида медицинский прибор который имел все лицензии министерства здравоохранения и необходимые патенты ну что же поскольку у меня самоиронии в отличие от многих других все вот так я решил в пику тем кто рассказывает о золотой пирамиде выпустить кондитерское изделие которое называется яйца гордона шоколаде в золотой пирамиде все думали что я шучу нет ребята я никогда не шучу шучу я всегда но выполняют то что пообещал вот они яйца гордона в шоколаде в золотой пирамиде вкуснее яиц ребята никто из вас никогда не ел всем хорошим людям рекомендовано есть эти яйца гордона в шоколаде от пузо а всем моим недругам и завистникам рекомендовано облизывать яйца гордона в шоколаде три раза в день по часовой стрелке может быть вы станете немножко добрее лёш смотри я я все это понимаю прекрасно что ты говоришь у меня иллюзии по отношению к тому что сейчас происходит в россии нет никаких даже если на в начале большой войны я еще думала что они выйдут как-то на улице что ну невозможно потому не потому что из-за нас из-за того что украинцев сейчас россияне убивают из-за чувства несправедливости нет я думала что в них сыграет чувство самосохранения потому что это же один плюс один равно 2 потому что сейчас этой войной они уничтожают себя свое будущее свое благосостояние ну то есть прям напрямую даже не просто вот там сказать о своем благосостоянии от а жизни и вот сейчас я хочу тебе вот какой вопрос задать вот про все эти потребности про жуткий уровень жизни везде где не москва и питер просто на уровне скотства я все это вижу я все это понимаю знаю но ниже какие-то базовые у них ценности это хотя бы их жизнь и оказалось что когда их посылают на убой на убой посылают конкретно им нормально приезжать обратно в черном пакете в виде навоза а их женам их их матерям нормально получать за это даже не ладу калину это оказывается в начале было они радовались а сейчас они счастливы шубе курточки или даже набору для бритья и это блин нормально лишь ну то есть но вот это даже у животного есть у любого живут даже у барана у не знаю последнего есть чувство самосохранения а у них даже этого нет тут объяснили что это за форма жизни я могу быть неправым но я все равно возвращаюсь могу быть неправ но все равно возвращаюсь у меня нет просто других объяснений я не могу по пунктам разложить почему ну если говорить про общую массу то все опять сводится к этому несчастному словам стада ну вот поменяется пастух погонят их в другую сторону ну вот они пойдут в другую сторону а сейчас пастух их гонят в эту сторону им с утра до ночи по телевизору это это рассказывают вот так так и так большинство из них действительно они понятия не имеют что там происходит в украине там никогда в жизни не были они играли в москве ни разу не были они действительно многие считают что они воюют с фашистами и хоть ты тресни ты не объяснишь но я вот ты не знаешь моё как бы я тоже там не за это прилетал пару раз я тоже в четырнадцатом году походил российским флагом и пока крым наш но опять таки я это сделал сделал не потому что я поддерживал путина мне просто вообще по барабану когда все было я крыму 20 там огромное количество лет я действительно видел крымчан которые хотят в россию это мы или мои близкие я действительно думал а кто так хотя сложилось вот из этого потом и соловьев подлил наш любимый а я хочу открыть секрет даже айфона тогда не было у меня был телефон кнопочный я ничего там не смотрел ни в ютубе ни в интернете я еду в комсомольскую правду на машине а по радио мне говорят по донецку ударили ракеты погибли дети я приезжаю разогретый понимаешь тогда пятнадцатом году и начинаю как сумасшедший говорить там что вот да ну мне же рассказывают мне понимаешь я все-таки не буду айбол и там не в норильский вырос даже я начинаю в это верить разобрался но ты же пришел к публичному заявлению попросил за это прощение ты же обратил на моем примере не делайте так во первых я хотел разобраться это первое во вторых силу своей при природной дурости я всю жизнь борюсь за правду и когда я начал ковыряться во всем этом и потихонечку собирать получать информацию я действительно начал бороться в первую сначала в глубине себя обороться кипит наш разум возмущенный я понял как меня обманывали я понял как я начал быть но это еще раз говорю во первых я хотела во вторых моя природная вот это вот с шашкой на с голой жопой на танке понимаешь это было и в институте и в школе и всегда я значит я за правду спрашивают не спрашивают но это мой мой характер и я начал разбираться я приехал в крым мы уже после всех этих событий и начал встречать украинцев которые из донбасса которые не там остались которые в украину свалили и которые мне начали рассказывать правду как все происходило на самом деле а потом крымчане которые находятся в крыму начали мне рассказывать какие-то вещи что не все так однозначно как говорит песков да не все так однозначно и у меня кто-то там тын дын 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 а потом и пошло поехало потом я iphone себе купил первый а потом у меня доступ дураку дали доступ в интернет ну и ты понимаешь да и мы опять возвращаемся к собачьему сердцу я по поводу не себя вот этих людей когда прям прям профессор преображенский говорит барменталю представляешь что будет после того как этого шариков еще обработает швоньер вот представляешь что будет с русским народом глубина после того как его обработает соловьёв из кобеева я знаю артистов которые очень порядочных очень великистов я стоял с ним с ними рядом я помню когда лидка вележева жена гуськова в единую россию вступила и известный артист взрослый народный он вот ли да как ты могла но ты чокнулась что ли и там лидка верь муж доверенное лицо путина она там рвала над этим нормальные люди стебались а сейчас эти люди молчат они не против и не за молчат наверное можно а с другой стороны можно наверное хрен его знает алёша а ты мне скажи а кто тебя из коллег или из тех кого ты знаешь в россии больше всего разочаровал что вот ты хотя бы после того как началась вот широкомасштабная война ты ожидал от этих людей поступка правды они пошли на сделку совестью и вот вот все низко поступили знаешь я думал на эту тему и первое что приходит в голову что меня не разочаровали меня не разочаровали те люди которых я считал мерзавцами я был очень рад что я сейчас шучу чуть-чуть я очень был рад что я вот особо с ним никогда не виделся но я считал что он тонок или мерзает и и как-то думал может быть я ошибся нет не ошибся вот как думал так и оказалось вот другого и ждать вот как были мерзавцами так и остались разочаровал они тоже был ими очарован но я еще раз говорю не то что разочаровал понимаешь я ну думал что все-таки люди как жени миронов все как бы но не так и понимаешь когда началась эта война я первое отрел интервью с хиджакова я ей позвонил мы с с утра и потом я тут же улетал буквально там через две недели в прибалтику и я заведение мирон по телефону из аэропорта я помню что я что-то клубы щупан что-то связано было я хотел чупан позвать мой номер и я не говорили с мироновым я искренне в разговоре мы с ним снимались то есть как бы я могу ему позвонить и я наоборот как там джей ну вот ну типа все будет нам тут с каким таким пионерским задором я как бы вот к нему как-то эти как кое-то вот на той стороне провода стена он ничего не комментирует я понимаю что он как будто вот вешает стена ему абсолютно все равно что я говорю о том что там он не поддерживает просто тихо-тихо сливается ну здесь понимаешь я не знаю как это просто очень очень как-то странно для меня странно что ну либо я такой смелый потому что мне нечего терять но с стороны я думаю а вот было бы мне что терять ну чем меня можно взять на крючок я могу сказать только одно ребенком вот меня больше на крючок взять ничем нельзя не деньгами не работает а потом вот захотели бы меня купить когда я перестроился но люди любят это которых хейтер говорит что я переобулся на с 14 я не перебывался я к этому пришел я ко всему сам пришел а вот как а вот смог бы ли я смог бы я за деньги переобуться мне мне кажется что нет вот как я как я посмотрю андрюхи данилка в глаза с которым мы неделю назад сидели в эликанта в гримёрке с моей дочкой и все как родственники встретились вот как я завтра переобуюсь я что буду андреем как я буду глаза ему смотреть может я даже наверное рад что мне нечего терять потому что я остался честным перед своей совестью ну как бы так но вот я об этом ведь это конечно кроме меня никому не нужно но смотри честность всегда окупается даже с точки зрения выгоды вот если говорить о том что мы сейчас обсуждаем верхушку да не те кто планктон просто ничего не понимают и ничего не надо они ничего не знают мы обсуждаем верхушку тех кого ты знаешь и о которых ты как о миронов и говори что там есть мозги так вот даже с точки зрения выгоды и мысли о том что ждет в будущем миронов и остальные должны понимать что в будущем их ждет наказание потому что за то что они приспешники сейчас режима фашистского они понесут понесут наказание она может быть разным она может быть сегодня но может быть через 10 лет это же история фашистской германии мы знаем какие там были ситуации здесь та же самая история более того смотри пример ну сейчас не берем тебя хорошо давай возьмем максима галкина человек который совестливый честный стал уехал полный рост заявил о своей позиции сказал это преступная преступная россия это там несправедливая война он поддерживает украину и что он сейчас имеет он ездит по всему миру почти по всему миру америка европа аншлаговые везде концерты любят принимают красивые деньги уплаченными налогами свободная жизнь вот то слово главное которым ты сказал я свободен свободная жизнь будущее у его детей в свободной стране в любой где он уважаемый гражданин и он может делать карьеру дальше где угодно плюс еще и совесть своя чисто честность окупается понимаешь все кто сегодня стал полный рост кто уехал да и проявил себя так они в итоге получат с точки зрения даже выгоды на будущее они в итоге получат больше чем те которые просто будут отвечать сейчас поддерживая путина олесь я не думаю что многие из них сейчас об этом думают во первых огромное количество артистов которые скажем так не были в первом эшелоне сейчас вдруг резко всплыли я сейчас про так как майданов понятия не меньше он поет но уже только глухой не слышал песню про сармат вот это вот денис кто такой был денис майданов сейчас хорошо зарабатывает на всех концертах ему хорошо они сделали свой выбор и потом понимаешь но мне кажется что они вообще не думают о том что неужели там какой кадафи мог думать о том что когда-нибудь это закончится это не про них и никакой гаги не будет когда все говорят там мы хотели бы видите в гаги да они просто отгородятся от всего мира всей стеной пробуйте для кого-нибудь камень затащит он сам помрет или свой народ затащит туда же все равно им артист вообще максим максим галкина я не знаю как это объяснить ну вот живет ходит в кремль гранды идут деньги идут все есть выступление есть путин живых жили кто-то думает завтра это закончится как правило просто все это заканчивается очень неожиданно душевскую тоже не думал не за три дня может все закончится закончилась как будет здесь я знаю одно что как-то так знаешь первые дни войны мы все делали какие-то прогнозы а сейчас даже прогнозы делать какие-то очевидно что это закончится очевидно закон всех что это закончится победой украины это естественно это все понимают сколько он утащит на тот свет россиян украинцев из своих и чужих одному богу известно друзья добрый день вот такая у нас обстановка видите света нет опять спасибо нашим русским в кавычках братьям чтобы они горели в аду за все что они для нас сделали хорошего в кавычках опять таки вот сейчас сижу подписываю для своего магазина мерча гордон шоп книжки вот уже ведь вот такая лампочка у нас вот такая ведь и как на батареечках вот уже девять книжек подписал у меня осталось 10 1 вот такая вот этим сейчас буду подписывать чтобы видели как это происходит и знали что это подписываю я не кто-то за меня я всегда делаю все сам часами покажу вот видите вот так раскрываюсь вот так вот белая неудобнее было сейчас за что-то зацеплю красиво так за планшете кашу делать приспосабливаемся человек такое животное что ко всему приспособиться сейчас вам покажу как я буду эту книжку подписывать так видно будет видно будет да вот видите как-то так всех победим всех одолеем слава украине лёша скажи вот те кто рядом с ним твое мнение они понимают что они проиграли что вот ну уже это понятно вопрос времени или они не понимают как думаешь я опять олесь я только только то что я слышу от умных людей то что у себя как-то как пазл положить я что все кто я не знаю насколько путин каком медицинском вот состоянии психологическом он находится я уверен что кто находится вокруг него кто они все все понимают я думаю что все все понимают и а как жопу свою тогда спасать чего они наверное нету какого-то сейчас легкого пути чтобы выскочить из этой ситуации но это лучше спросить у его товара вашего с димой друга 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 путина у пухачёва он наверное лучше может как-то просчитывать что происходит в голове у путина хотя хотя ты знаешь я тебе еще раз говорю казалось бы ты меня спросила за кто меня разочаровал ты знаешь я навсегда рвал тюрьмяшку на груди за хлобыстина всегда считал его очень талаевым очень творчески гарик сукачёв разочаровал гарик сукачёв разочаровал серёга галанин разочаровал вот да вот кто разочаровал люди которые вот вот из их вот компания и охлобыстин я всегда за него рвал тюрьмяшку я считал его вот этот знаешь только широкий зритель так знаешь там охлобыстина по интернам знает охлобыстин это не интерны а охлобыстин талантливый сценарий творческий человек и 90-е годы все его фильмы где он фильм фильм нога не к месту будет сказано ты понимаешь и вдруг вот так да вот так вот они разочаровали гаррика сукачёва который для меня был всегда авторитетом я слушал всегда его что он говорит мне было интересно я присутствие хотел полчать не хотелось вставлять свои какие-то две копейки они разочаровали ты знаешь я просматривала твои фотографии и цитаты которые у тебя были в разные периоды в 2002 году ты встречался с путиным и получал из его рук какую-то награду а потом когда тебе вот еще в твой тот да да как бы просветленный период позвонили пранкеры ты в том числе и им сказала путине что ты любимый его актер там он нормальный мужик и все такое там какой-то контекст был типа мне ничего не будет никогда потому что я любимый актер путина ты потом уже рассказывал других интервью что естественно там ты сейчас об этом жалеешь там и все такое но а вот я тебе у тебя хочу спросить вот с высоты сегодняшнего дня зная все что происходит и произошло вот если бы ты сейчас встретился с путиным лёша чтобы ты ему сказал или чтобы ты сделал во первых у нас есть минута развеем этот миф по поводу любимый артист путина на кинотавре с фильмом звезда я приехал на кинотавр и я уже получил государство премию путина и абсолютно было фестиваль пьянка какое-то утро миши ефремов как всегда ну куда же без миши и и что-то такое пьяная пьяная суета и по моему стриженов саша кому-то а потому что госпремию только получили только из кремля и саша стриженов кому-то брякнул ну память любимый артист путина не потому что я любимый артист путина потому что просто государственную премию только что далее я где-то я тоже дали подхватил сашу и тоже так же брякнул я же любимый артист путина мы пошутили и забыли благополучно про это но желтая пресса она же не дает покоя она же все равно это все нашла откопала приз перезала это ко мне что я на полном серьезе говорить я любимый артист не было не так просто дали госпремию но это все равно что ты сейчас придешь от зеленского он тебе подарит букет цветов я где-нибудь ресторане скажу ну это любимая женщина зеленского а ты скажешь да я любимая женщина зеленского и понеслось все это можно раздуть что этот сказал это подсказала и уже и уже откуда ноги растут непонятно я тебе честно скажу и если смоделировать такую ситуацию нету войны я у меня уже свое мнение я уже все понимаю и меня опять нету войны я в россии и меня опять я вынужден идти в кремль у меня два пути вот для меня либо я туда не иду и отказываюсь от государственной премии либо я иду в кремль загипсованной рукой получаю эту премию но не жму ему руку жаль бы я не стал если бы мне приспичило оказаться в кремле а если ситуация еще проще вот все как сейчас идет война все происходит а ты с ним оказываешься где-то в одном помещении вот просто вот так в одной комнате алис невозможно смоделировать эту ситуацию возможно делировать если пытаться моделировать ситуацию что мы с ним оказались вдвоем купе вдвоем в бронепоезде и дверь закрыта или не знаю ну где то вот в закрытом помещении мы вынуждены находиться вместе ну наверное я бы стал задавать вопрос что с вами ну вот если вот так а если смоделировать ситуацию что мы оказались вместе в каком-то помещении где вот просто в каком-то помещении ну понимаешь гавкать гавкать на него как собака и что-то там ему пытаться донести плевать в него и кидаться смысл ему абсолютно наплевать на то что я какой-то панин или кто угодно будет на него гавкать ему по моему нет ни стыда ни совести никаких либо угрызений ему это наплевать поэтому я могу сказать что если бы я могу сказать одно и что меня в голове приходит я бы наверное вместе с самой правильной было бы вместе с людьми которые находились в этом помещении просто встать и выйти я не знаю болезнь если ты хочешь сказать что у него чем-то или его я хочу вернуться вот к митингу украинцев год назад успехи и все на эмоциях и многие украинцы кричали будь ты проклят сдохни там это 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 я все понимаю что происходит внутри у людей но ему по барабану и когда я вышел на сцену я именно обратился к матерям я все-таки делился что я заберите своих детей лёша а ты за этот год часто плакал и и почему если да олесь не хочу сейчас прям люди могут подумать что я я человек сентиментальный я могу заплакать даже когда смотрю фильм в бой идут одни старики и над фразой будем жить конечно у меня текли слезы и первое что я вот я не помню сейчас все я представил первое что я помню это мариуполь потому что я помню этот театр в котором я играл я на этой сцене стоял много раз и рядом с театром еще ресторанчик мой любимый трактор на греческий там делали прекрасную карбонару в мариуполе я сумасшедший на идее эти самые лучшие я это помню просто своими глазами я помню все эти улицы я помню этот театр я не сдержался и я сейчас могу ошибиться я помню этот прилет в одессу там где маленький ребенок грудной погиб там папа остался жив а погибла бабушка и уже время прошло сейчас столько прилетов было столько людей погибло что там погибла мама и группа маленькой девочкой и бабушка папа остался я вот помню что вот это вот меня конечно я могу сказать что рыдал на взрыв я сейчас вспоминаю меня просачиваются не хочу просто уходить раз когда ты меня спрашиваешь когда ты меня спрашиваешь про путина как чтобы я сделал если бы я его встретил я как раз вот задавался вопроса как блять ему живется вот пришли бы вот если у меня слезы вот я вот включаюсь в этого все а вот человек живет там десятки тысяч людей умирают а ему усы в глаза божья роса скажи пожалуйста вот сегодня появилось расследование очень большое резонансное о том что путин построил валдае для кабаева и их совместных детей замок там деревянные роскошные со всеми там штуками вертолетными площадками там кинотеатрами внутри бассейнами и так далее же пожалуйста почему путин ну вот как любой нормальный чек но если он например живет скобаева у них дети семья почему он скрывает это до сих пор и как люди вот русские люди которые это все видят но все равно же они расследование вот кто-то же видит и читает там много просмотров им это нормально что это же у них воруют и когда одни нищенствуют путин и все его вот вся его команда они просто купаются в роскоши за их счет олесь еще раз не смогу тебе все это ответить себе на этот вопрос единственное что приходит в голову то что эти люди народ они и даже у них в разных полушариях мозга вот вообще все это дворцы яхты какие-то и и просто мозг вообще ну просто по-разному не соприкасается эти пазмы исходят что у них там что-то воруют скорее всего они подвержены если такой что ну тяжело надо подождать встаем с колен у нас весь запах ну вот если мозг как-то и включается в эту тему что ну а кому сейчас легко ну вот все знаешь как вот такое нет у меня мозг не работает как у путина но боится наверно какого-то компромата или боится не знаю я наоборот если вы когда у меня есть какие-то отношения чувства я готов кричать на весь мир об этом если я это скрываю хотя это бывало редко ну бывало значит у меня есть какие-то для этого доводы значит у него есть какие-то доводы почему это надо скрывать просто в разных плоскостях мозг народа и и путин они вряд ли ассоциируют вообще что государство ну что полиция чиновники депутаты они все по идее живут на государственные деньги на ваши налоги на что это а у народа наверное все вот как холопское такое что там царь мы холопы и вот мы с тобой сейчас пытаемся разговаривать на вот на языке как это должно быть демократическом обществе а чтобы понять менталитет русских россиян вот именно да не хочу говорить слова даже русских потому что говоря их я оскорбляю нормальных людей русских мне не хочется обобщать надо делать оговорку не все знаешь не все русские такие и совершенно другой менталитет психология ход мышления все не так вот все не так помню что или не помнишь я где-то на гастролях каком-то поезде убитом москва-нарильске там воркута в огонь ресторан и встретил ака какой-то выхтовик мне на полном серьезе объяснял что он не ест сосиски потому что сосиски похожи на члена а он не голубой что у человека в голове с кем ты собралась бороться объяснять ему про я не верю вот эти клянусь лёш последний вопрос о твоем любимом 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 в кавычках персонажа которого зовут владимир соловьев ну ты не раз говорил о том что россия гомофобная страна и в принципе ну большинство из руководства россии сегодня на самом-то деле но это это известный факт они являются геями но при этом продолжают там писать законы против геев лесбиянок и так далее всячески делать всякие медово не до чтобы людям с другой ориентации в россии жилось некомфортно так вот соловьева почему я тебя про соловьева спрашиваю оказалось что у него есть очень интересный сын видно творческий парень красивый там он модель работает в лондоне и судя по всему ну как многие писали он как раз хотел сейчас хотел сейчас хотел сейчас пошутить я бы ему дал но боюсь что это сейчас понесется я хотел просто прикольнуться лёша а можно я уточню ты бы дал соловьеву или его сыну нет соловьева нет извините спасибо это была шутка давай дальше так вот скажи пожалуйста это получается что это скотина соловьев то есть он по сути создает такую страну в которого и его сына уже б зачмырили и уничтожали или вот вот как у него это работает смотри это же очередная скрепа у нас американцы украинцы фашисты и эти геи которые это очередная скрепа российская половина рода половина страны сидела половина страны охраняла до сих пор страна живет большей частью знаешь это все заложено вот в это во все соловьев как и многие чиновники и какой-то гандисты как и чиновники они же отделяют себя от народа нам можно вам нельзя они живут своей жизнью слоев на что он их за что он дергает за какие ниточки он дергает за эти ниточки которые которыми можно управлять народ вот этот глубинный народ которым можно объяснять что вокруг виноваты фашист украинцы и американцы геи ну соловьев видишь наверное он не думал сын сломал фотографии нужны своей жизнью я думаю что наверное любит своего папу него наверное надумает папа что-то несешь потому что если он живет работает модельным агентством это его личное дело да конечно наверное не очень так вот очень внутри приятно какой-то наверное такой дискомфорт все ужасно ты вынужден скрывать все свою ориентацию свои какие-то мысли соловьев 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 а лезь ну че мы я уже знаешь мы раньше с димой еще с гордоном как на эту тему пытались что-то комментировать шутить я до сих пор не могу понять почему дима никак не вспомнил но это уже знаешь клиника ну это как у высоцкого он гад над нами издевался но сумасшедший что возьмешь хороший пангер соловьева пускай живет счастливо вот от папы же не открестишься ну и да я сейчас слышал давал интервью и мне это понравилось что ну соловьев сейчас наверное будет рассказывать что это специальная военная операция внедрение своего сына в стан врага так было запланировано специально на самом деле он слесаре инструментальщик четвертого рада ломает себя пришлось вклиниться в лондонскую тусовку внедриться что-нибудь для глубинного русского народа придумали байден же в киев приехал потому что ему путин разрешил ну и условно синге потому что его внедрили что там начальник гб у них придумают а народ будет верить спасибо тебе большое как всегда ты был искренним и спасибо тебе большое еще раз за эту искренность и за эту честность и слава украине слава ты меня проси что мы там с тобой летом поспорили немножко все хорошо все хорошо я тебя люблю да и все хорошо и 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